Ребята, всем огромный привет! И вы на канале Вечно Худеющие Татьяны. И сегодня мы с вами будем просто перекусывать. Сегодня у меня по рациону перекус это 300 грамм ягод, поэтому у меня сегодня 300 грамм черешни. Здесь у меня есть салфеточки, я их сюда немножко поставлю и буду сюда выкидывать косточки. Так, сегодня у меня по рациону утром 2 яйца и 200 грамм овощей, в обед у меня 300 грамм просто овощной салатик, перекус ягоды и вечером у меня 170 грамм рыбы плюс свежие овощи. Итак, ребята, многие проголосовали вот за эту книгу, которую я сейчас читаю, по одной-две главе в день по поводу татуировок. Это 45 татуировок личности книга и в принципе здесь первая татуировка «Никогда не говори, что ты чего-то не сможешь». В принципе, эта татуировка говорит лишь об одном, что если у вас промелькнула какая-то идея и вы думаете, что вы что-то не сможете, лучше всего попробовать. Я никогда не думала, что я похудею на столько килограмм, что я смогу достичь таких результатов. Как, в принципе, никто никогда не думает, что он пополняет на столько. Смотрите. Кстати, вот очень сладкая. Килограмм стоит у нас 8 рублей. Вот вспоминая первую главу. Автор писал, что когда люди говорят, что они чего-то не смогут сделать, это либо указывает на их слабость, либо это им не нужно. Либо им так просто удобно сидеть и жалеть себя. Черешня нереально вкусная. Вот у меня всегда поражали люди, которые лезут в чужой карман. И условно начинают обсуждать, откуда у человека столько денег. Дальше говорится о том, что ему просто тупо повезло. И никто никогда не задумывается, сколько усилий он приложил для того, чтобы иметь то, что у него сейчас есть. Я считаю, что у каждого человека есть выбор. Выбор. Становиться успешными. Из дня в день трудиться, добиваться своего. Ведь есть реально такие люди, которые каждый день встают по 5, в 5 часов утра, в 4 часа утра и идут заниматься какой-то деятельностью для того, чтобы осуществить свою цель. И все вот этих трудов никто не замечает, во сколько человек стоит, что он для этого делает. Все, как правило, замечают только результат. А вот дальше, как правило, начинается самое интересное. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом, были ли у вас такие ситуации. Есть ли у вас реальные примеры, когда люди добивались чего-то сами? Я прочитала уже 10 татуировок из этой книги, и я прям кайфую от его подачи. Он все так просто, доступно объясняет, расписывает. Почему люди начинают что-то делать, и почему они не делают, и просто ищут себе оправдания. Поэтому, если у вас есть возможность почитать эту книгу, либо ее купить... Купить я, конечно, как только я дочитаю ее до конца... Я скажу главы, которые мне очень понравились. Не могу остаться, она нереально вкусная. Она прям бордовая. И вы знаете, к слову о том, что люди себя оправдывают. И говорят, почему они это не делают, и почему у них не получается. В этой фразе я узнаю себя. Потому что... Сколько я училась, сколько... Уже пошла на работу. Работать в клуб-центр. Я постоянно всем плела в уши, лила информацию, что я худею. Ну, вот такая я бедная, несчастная. У меня ничего не получается. Я абсолютно ничего не ем. Ммм... Мм... Мм... Ммм... Ну, так вышло. только сейчас понимаю какую глупость опорола кстати на перевязку по поводу ноги сегодня съездила последний раз уже дренаж выняли и я уже буду сама обрабатывать нереально вкусно помню когда первый раз попробовал черешню это было бабушки и мы приехали к ней в гости она жила в городе ей подруга привезла целый килограмм черешни он отдает нам и мы типа сестру идем на кухню ну и бабушка говорит такая типа ну идите попробуйте мы таки попробовали просто под ноль было очень стыдно честно говоря что мы прям ни одной не оставили такая история была поэтому здесь позорослев уже можно себе купить много черешни ну конечно не стоит только кушать ее много но но и и и и Две последние очень сладкие. Все, ребят, спасибо большое, что были сегодня со мной. Обязательно подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем пока-пока.